Знаете, когда у нас общение есть еще среди недели, мы там делимся, общаемся, пьем кофе, чай, там еще что-то, может быть, какие-то вкусняшки, и разговариваем, что мы пережили на этой неделе, какое было послание, какая была конференция, поэтому на этой неделе я общался в двух домашних группах, как я сказал, у нас есть здесь в среду в церкви, есть еще группа у Марины Воронцовой и Алекса дома, вот у них, поэтому в конце вы видите адрес, можете присоединяться туда, и мы там на эти конференции, а есть еще молодежная, английская группа, где я в пятницу, тоже я там участвовал с ними, и мы вспоминали, что мы пережили или что получили на конференции, и когда мы общались, все, конечно, делились, я подметил, многие говорили о блудном сыне или об отце, то, что Андрей Шаповал подметил, и в моем сердце пришло, чтобы напомнить всем нам все эти вот три притчи, которые Иисус сказал, поэтому давайте мы пойдем туда. Лука 15 глава. Сегодня не будет о блудном сыне или об отце, сегодня будет у нас начало, а потом мы продолжим другие служения. Итак, Лука 15 глава. Приближались к Иисусу все мытари, грешники, слушать Его. Фарисеи же, книжники, роптали, говоря, Он принимает грешников. Есть с ними. Здесь история о том, что есть две категории людей. Люди, которые хотят слушать Слово Божие, люди, которые хотят слушать Иисуса, люди, которые хотят идти за Иисусом. Есть люди, которым будет это не нравиться. И есть люди религиозные, которые вроде бы они слушают Слово, но на самом деле они не слушают. Вот почему Иисус так часто говорил в конце притчи. Кто имеет уши, пусть слушает ушами. Почему? Потому что можно не слушать. Можно здесь сквозняк иметь. Сюда вошло, отсюда вышло. Поэтому, я говорю, когда вы слушаете, вот так вот сделай, чтобы там застряло. Поэтому есть фарисеи, которые вроде бы слушали тоже, как и люди слушали, когда Иисус говорил. Но на самом деле они не слышали. Они слушали, но не слышали. А есть те, которые слушали и слышали. Те, которые слышали, они могут принять и потом в этом жить. А те, кто слушали и не слышали, это просто пройдет мимо их. Это забудется. Вот почему хорошо приходить на домашние группы, потому что мы там повторяем. Повторение мать учения. Поэтому мы повторяем, чтобы это осталось у нас. То, что мы получаем, когда мы слушаем Слово Божье. Итак, фарисеи. Это была группа людей, которые, они отличались от учеников Иисуса чем? Потому что они были набожные. Фарисеи, они были такие, знаете, элитой. Они были учителями закона, Слова Божьего, религиозными людьми. Но Иисус их постоянно обличал в чем? Кто мне поможет? В чем Иисус обличал фарисеев? Андроник. В лицемерии. Что такое лицемерие? Лицемерие. О, Марк появился. Марк, что такое лицемерие? Что? Это пришло из греческого театра. Менять маски. То есть, вот откуда пришло слово лицемерие. Греки это употребляли для того, чтобы менять маски. То радостная маска, то потом плачевная такая, плаксивая маска. Это они выступали в театре. И отсюда пошло слово лицемер. То есть, ты играешь. Ты на самом деле не такой, какой ты есть. То есть, ты с двояким сердцем. А с двояким сердцем люди ничего получать не будут, потому что у них раздвоено сердце. Вот почему Иисус сказал, если у тебя сердце не раздвоено, ты получаешь. Если твое сердце, оно раздвоено, то есть, ты выглядишь цветошей, хорошеньким, вроде бы христианином, но ведешь жизнь совсем не так. И получается, когда ты идешь в церковь, ты так, может быть, по дороге поссорился, может быть, не знаешь, что у тебя там дома случилось на завтраке, или там тебя кто-то подрезал, или, может быть, дождь, и ты где-то там, может, в лужу наступил, или тебя брызнуло, и у тебя уже там все нервы. И ты приходишь, ну ты в церковь заходишь, Леня. Я должен хорошо выглядеть, я должен улыбаться, я должен показать, что я служитель, я пастор, и так далее. Это тогда у меня сердце лицемера. Будь таким, каким ты есть. Нет настроения, ну иди без настроения в церковь, тут получишь настроение. Ну а если есть настроение, то есть еще добавок, дабл получишь настроение, что уйдешь вообще супер радостный. Какой есть, такой есть. Не надо маски менять. Будь естественным. Вот Иисус вот против этого шел, против лицемерия. Потому что они казались, эти фарисеи, людям такие, знаете, духовными, хорошенькими. Иисус говорит, как они учат, это окей, ладно, они говорят Слово Божье, но их жизнь не соответствует. Потому что они там в зависти, в гордыне, они в коррупции находятся, они просто лгуны. А когда на людях, тогда они святоши. Это было, вот был такой образ жизни фарисея. Поэтому Иисус выступал против них. И, конечно, им не нравилось, этим фарисеям, что появился конкурент. Что люди идут за Иисусом. У них, конечно, у фарисеев были свои группки учеников, они учили в синагогах в то время. Но они видели, за Иисусом идут толпы. Идут толпы, и поэтому они негодовали. Как это? А, у них кто? Они всегда искали что-то не так. Что Иисус? Не так он выглядит. Он не выглядит, как они. Он, может быть, не так говорит, как они. Может быть, не так учит, как они. И они всегда старались что-то найти, такое, чтобы привязать, но прицепиться к его словам или к его учению. И тогда Иисус обличал их за лицемерие. Почему я так говорю? Есть хорошая картина. Я вам рекомендую сходить в кино. Вчера вечером я специально пошел в кино и смотрел, и прослезился прямо. Этот фильм называется «Jesus Revolution». Он только что вышел. Это о пробуждении здесь, в Калифорнии, хиппи. То есть в конце 60-х годов, когда была война во Вьетнаме, молодежь выступала на митингах, выходила по всем штатам с митингами против войны. И, знаете, движение хиппи, конечно, она очень сильно плохую историю имеет. Потому что, во-первых, конечно, плохо то, что молодежь уходила из дома. Молодежь бросала университеты, колледжи. Она просто бунтовала. Бунтовала против правительства. Бунтовала против законов. Бунтовала против, конечно, войны во Вьетнаме. Бунтовала против образования всей системы. И появилось очень много духовных учителей. Нью-Эйдж, особенно восточных, Кришны и так далее. То есть это все взрывалось. И там была свобода наркомании. То есть там они наркоманили. Там была разгульная жизнь, такая вся блудная. И, конечно, страна не знала, что с этим делать, потому что это было поголовно по всей стране. Вы помните эти длинные волосы, клиши? Это все пришло от хиппи. То есть даже до нас, кто жил в Советском Союзе в то время, мы чуть-чуть подражали им. У меня были клиши такие, волосы длинные. Господи, куда они пропали? И я ходил, потому что это, знаете, такая замануха была для всего мира. Вот свобода истинная. Что хочу, то творю. То есть полнейшая почти анархия. Если вы чуть узнаете об этом движении хиппи, оно на самом деле принесло очень негативно на Америку. Но в этом движении... То есть, что интересно, когда много тьмы, начинается ясней виден свет. И в этом движении, ну, в движении хиппи, появились проповедники, которые пережили Бога и начали проповедовать про Иисуса. И вот в этом фильме Jesus Revolution как раз рассказывается о некоторых из них, которые они стали нести пробуждение среди хиппи. И хиппи начали каяться. И церкви не были готовы принять их. Это движение началось в Ньюпорт-Бич, это в Ворочканте. Потом оно пошло по всему побережью, и потом пошло в Сан-Франциско. Но это было все в Калифорнии. И потом в Калифорнию стали ехать, в других разных штатах хиппари найти служение. Потом уже Билли Грэм, такой был евангелист американский, знаменитый, он делал целые огромные стадионы, где собирались целые стадионы хиппорей. И там они принимали Господа. Но церкви многие были не готовы. Почему? Потому что церкви пели со сборников, да? Со сборников пели. А когда хиппи пришли, они пришли, ясно, такие, знаете, босиком, грязные все, в таких вот лохунах, и татуированные, клипованные, всякие отмеченные. Кто-то еще под дозой пришел. И они пришли в церковь. И, конечно, хорошая элита церкви в галстуках, в пинжаках. Ну, галстук я специально снял. А так в пинжачках они сразу сказали, это, 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 это пропащие люди. Это не место им вначале надо переодеть, вымыть и тому подобное, чтобы карпет не портили. То есть посмотрите этот фильм. Если вы понимаете по-английски, на английском языке, может, потом будет перевод. Но он на самом деле такой реальный для многих церквей, для многого, для нашего теперешнего также христианства. И одна церковь там показана, что, конечно, у них там было возмущение, но пастор принял. И потом началось пробуждение, и они толпами, просто толпами крестили бы каждый день этих хиппорей на океане. Здесь, в Вороч Каунти, если не ошибаюсь, в этом самом, в Ньюпорт Бич, и потом уже в Сан-Франциско. Но было просто поголовное покаяние. И они, хиппари, они принесли новый стиль музыки. То есть они пришли с гитарами, с бубнами, когда раньше пели просто со сборников, ну, то есть книжек. И они принесли новую музыку, ту, которую они пели там, где-то в парках, на стадионах своих, где они там обкуривались, там гуляли. Они стали приносить вот эту музыку, и тогда многие церкви, которые стали принимать их, и у них началось пробуждение, поменялся сам стиль служения. То есть началась современная музыка в церквях. И это сделал как раз это движение. Называется Jesus Moving, то есть движение Иисуса. Так оно называлось. В фильме называется Jesus Revolution. Очень назидательный, хороший фильм, трогательный. Вы много чего получите, если понимаете английский. Хорошо. Рекламу сделал. Не интересно, заплатят меня Нетфликс или нет. Но хорошо. Вот именно, когда я смотрел вчера этот фильм, вечером специально пошел посмотреть перед проповедью, меня просто коснулось. Я говорю, Господи, ну что надо сделать, чтобы взять эту молодежь Лос-Анджелеса? Что надо? Господь, да я сам босиком готов пойти к ним. Я сам готов одеть, опять волосы вырастить. Не знаю, как и вырастут. Я, Господь, готов пойти с ними там, сидеть на тротуаре, и только говорить о тебе, о твоей любви к ним. То есть, очень интересная картина. Вот Иисус, на самом деле, Он не вписывался. Он был, как белая ворона. Вообще-то я искал, искал, что такое белая ворона. Вы видели белых ворон? Только поговорка есть белая ворона. Ну, Стас нашел в интернете. Есть белая ворона. Вот, ну, белая ворона. То есть, ты не вписывайся, ты выделяйся. Это наша поговорка. В других народах это называется черная овца. То есть, в европейских народах или в других народах говорят черная овца. То есть, ты выделяешься из всей массы. Вот об этом как раз мы будем сегодня говорить. Итак, Иисус был другом грешников. Он просто выделялся из этих учителей и фарисеев, поэтому они были в шоке, что люди к нему идут. И я задавал себе вопрос, люди ко мне идут или убегают от меня? Я открыт для людей или закрыт для людей? Я могу с людьми общаться или я не могу общаться с людьми? Я всегда задаю этот вопрос, потому что я понимаю, что если я закроюсь для людей, то тогда и только открыт для Бога я стану фарисеем. Я буду только лишь лицемером, то есть таким типа, вот я святоша, а на самом деле у меня нету связи с реальным миром, с людьми, с их проблемами. Поэтому Иисус, Он знал проблему людей, Он видел их боль, Он видел их страдания, Он видел их, может быть, упадшую жизнь. И Он пришел именно, чтобы найти их и быть с ними. Ты не можешь найти, если ты не с ними. Поэтому Он был другом грешников, и это фарисеям не нравилось. Я не говорю тебе о том, что ты пошел там с мирскими бухать, гулять, колоться и так далее. Рыба, которая плавает в океане, она не делается соленой, хотя океан соленый. То есть ты можешь быть среди неверующих друзей своих, но нести им свет спасения, протягивать руку, как Иисус, вытаскивать их и просто показать, что есть другая жизнь, реальная жизнь. Жизнь с Богом, не формальная, не религиозная, а естественная, где ты любишь искренно Бога, где Бог переживает, дает тебе переживать свою любовь. Ты меняешься от этой любви, и эта любовь течет к людям. Вот что принес Иисус. Он был другом грешников. Он не боялся запятнать свою репутацию. Он находил даже одиночек. Конечно, у Иисуса были толпы, но он находил даже одиночек. Эй, ты, что там на дереве сидишь? Я буду у тебя сегодня обед ужинать. Это был мафиоза, это был кидала, это был негодный человек. Блудница моет ноги. Как она посмела святому человеку прикоснуться, а он и касается, и говорит, твои грехи прочены. Как раз у нас проповедовал Артур Симоньян. Я напомню историю, которую я слышал от него давно. Знаете, Артур Симоньян порядочный пастор. Мой хороший друг. Кто знает Артура Симоньяна? Почти все знают, хорошо. В Ереване у него мега церковь, конечно, то, что они терпели многие гонения в газетах и так далее, всякую ложь, они говорили там, клеветали, религиозный мир, правительство. И третье, десятое. Они все равно проповедовали Евангелие, построили огромную церковь. Одна из самых больших мега церквей на пространстве бывшего Советского Союза. Там где-то около 7 тысяч членов. И, конечно, его знают в городе. Ереван небольшой на самом деле. Там все равно друг от друга знают. Это Кавказ, это за Кавказе. Там, знаете, другие совсем правила, чем в Лос-Анджелесе. Итак, Артур Симонян идет по городу. Кто-то его любит, кто-то его не любит, но его узнают. И поэтому с ним здороваются те, кто он приятен. Или люди из церкви, конечно. Представьте, ты идешь по Еревану, у тебя там в церкви более 7 тысяч человек. И кто-то в городе есть. Конечно, тебя узнают, подбежит пастор. Здравствуй и так далее. Он идет со своей женой Люсине по Еревану. Там у них есть такие хорошие дорожки. Сейчас отремонтированный Ереван есть. Вот как Арбат такая улица, они идут, гуляют. Или как вот на Хрещатике. Идут, гуляют. И они знают, есть город знает, что там, конечно, в Ереване это странно. Но еще даже когда мы жили, появились блудницы. То есть люди, которые стали себя давать за деньги неправильной жизни и сексуальной жизни. И вот там на углу стояла всегда девушка, девушка-блудница, проститутка. Все ее знали, потому что кто-то там снимал ее, кто-то с ней гулял и так далее. Там из водителей, там, не знаю, из приезжих. Но Ереван знал, что вот там, там плохое место. Артур проходил. Вдруг эта блудница видит Артура и бежит через всю дорогу. Там, знаете, Ереван, улицы такие, машины не быстро идут. А если даже человек перебегает через улицу, то нормально. Там они не смотрят на светофоры. Там правил почти нету в некоторых местах. Итак, она бежит через всю дорогу. Все таксисты останавливаются, сигналят ей. Многие знают. Вай, 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 вай. Она бежит, бежит. Пастор! И кидается к нему в объятия. Артур говорит, я от макушки до подошвы ног вспотел весь, покраснел. Говорит, мы же знаем, что она блудница. Мы знаем ее, город ее знает. Она кинулась во мне объятия. Люсины от меня шарахнулась. Какие мысли могут пробежать у благочестивого человека, у пастора? Что обо мне подумают? Что жена подумает? Ну ладно же, не объясню. Что люди подумают? Тут люди из церкви вот только что поздоровались. Они обернулись, смотрят. Что люди в церкви скажут? Вот еще новый материал для того, чтобы начали клеветать, болтать в газетах или по телевидению. Артур где-то гулял с этой блудницей. Я стою, не знаю, что она у меня повисла на шею. Но я так-то старался ее как бы чуть убрать, говорит. И она смотрит на меня своими глазами, такими, знаете, где полные туша. Туш. И говорит, пастор, помолись. И Артур стоит и не знает, что делать. Оттолкнуть ее. Отойти и сказать, нечистая. Оправдаться перед женой. А потом, говорит, была, не была. Говорит, я возложил руки. И в Ереване стал час стоп. Час пика стопа. Все машины остановились. И я стою и молюсь. Не знаю, что обо мне думают. Понимаю, что плохо думают люди. Не знаю, как потом жене объясню. Я возложил руки и молюсь за нее. Господи, ты видишь ее жизнь. Прости, освободи ее. Ты знаешь, почему так случилось. Я не знаю, но... Короче, он молится. Она разревелась, туш потекла. Я, говорит, перестал молиться. Открыл глаза. Все просто стоят, смотрят. Он говорил, пастор, спасибо. И побежал обратно. Говорит, я думал, что моя репутация... Все, в Ереване будет еще больше. Просто уничтожена. Как раз он провел о чести. Думал, что больше чести не будет у меня в Ереване. Жена спросит, ты ее знаешь? Говорит, я первый раз вижу. Я не знаю, может, она приходила. Церковь большая. Там где-то была, среди тысяч сидела. Просто меня запомнила. Я не знаю ее. Первый раз, ну, так-то знал, что она там стоит. Видели ее? Так первый раз. И он говорит, знаете, я перешагнул, то есть вот через свою эту гордыню, через свой вот этот статус. Что я такой пастор, знаменитый, важный. Кто со мной здоровается. Да, политики, знаете, кто-то, может быть, против меня выступает. Но я просто решил, просто решил помолиться и благословить. Я мог не молиться, сказал, мог сказать, приди в церковь, в церковь помолимся. Он сказал, что ты хочешь от меня, женщина? Я тебя не знаю. Но я промолчал и возложил руки, помолился о ее спасении, о ее благословении. Являемся ли мы друзьями грешников? Иисус был другом грешников. Вот почему они говорили, Фредди, он, ты кушаешь с ними, ты с ними общаешься. Ты должен сторониться этих грязных людей, ты должен сторониться этих вот лукавых всех. Хотя они сами были лукавы, но Иисус был другом грешников. Я задаю себе вопрос, являюсь ли я другом грешников? Я вам скажу честно, я люблю говорить с людьми, мне нравится, неважно, я в самолете, ну в самолете сейчас редко летаю, но неважно, в самолете или в магазине, я здороваюсь, я всегда что-то хочу сказать хорошее, или благословить, или сказать, будьте благословенны, хороший день для вас, пусть будут счастливы ваши дети или внуки. Я хочу быть другом людей. Я хочу быть другом грешников. Чтобы они не сторонились. Ну и что, что многие знают, что я пастор. Я хочу просто, когда говорю с ними, задать вопрос Дух Святой, что ты имеешь для их жизни? Что ты хочешь сказать? Я не знаю их жизнь, я не знаю, какая проблема, но ты знаешь, что ты хочешь сказать. И может быть простые слова, они коснутся их глубин. И там растопится лед. И может быть даже полюются слезы покаяния, освобождения. Давайте будем друзьями грешников. Итак, Иисус начал после этого говорить притчи. Он начал говорить им притчи. Третий стих. И сказал им следующую притчу. Он начал притчи говорить, вот эти три притчи, которые следуют в Луке. Мы не будем сейчас это о блудном сыне, так ее называют, на самом деле там об отце. Он на самом деле это говорил, поймите, Он говорил для фарисеев. Фарисеи осуждали Его, что Он ест и пьет и встречается с грешниками. Иисус не стал оправдываться, Он не стал защищать себя. Он взял, дал ответ в притчах. И эти три притчи, которые Он открывает, и сегодня мы возьмем первую, если Бог позволит, потом мы вторую и третью пройдем. Но сегодня Он как раз, то, что мы будем услышать, Он открывает первую притчу, какой мой характер, кто есть я, почему я так делаю, почему я так делаю. Поэтому в первой притче, которую мы называем потерей на овца, то, что мы сегодня как раз пройдем, Он открывает свой характер. В первой притче виден характер Христа. Вот почему Он ест и пьет с грешниками. Вот почему Он встречается с грешниками. Он показывает свой характер. Вторая притча о потерянной монете, драхме, то есть заработной плате, это о работе Духа Святого, как работает Дух Святой на этой земле. И третья притча, то, что мы говорим, блудный сын, на самом деле он показывает, кто такой есть отец, о любви отца, кто есть он, Бог, отец. То есть в этих трех притчах он не в оправданиях говорит, он начинает показывать, кто есть Бог, которого вы не знаете, вы меня осуждаете за какие-то вещи, а я это делаю, потому что я есть тот, кто я есть, я есть, какой я есть, потому что это мой характер такой, это работа Духа Святого такая, это любовь отца такая сейчас явлена. То есть в этих трех притчах видно, первое, это характер Христа, это работа Духа Святого, и это кто такой Бог Отец, любовь Бога Отца. Мы пройдем сегодня первую притчу. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, оставит девяносто девять в пустыне и пойдет за пропавшую, ищет, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придет домой, созовет друзей и соседей, и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Знаете, в нашей культуре, может быть, говорить об овцах, это не принято. Ну, то есть овцы, это как бы низкое такое, низкое животное, то есть, ну, низкая работа. На самом деле, если вы будете изучать, то в Израиле это не была низкая работа. Может быть, в других народах у египтян вообще считалось, кто, кто пасет овец, он даже за стол не сядет со своим там хозяином или господином. Вот почему, когда Иаков пришел и сказал фараону, что мы, те, которые пасем овец, их посадили отдельно, потому что для них это была мерзость. То есть, те, кто пасет овец, это как бы низкое сословие. Как в Индии, может быть, это вот низкая каста, поэтому не могут быть. Это для некоторых народов. Но в Израиле цари пасли овец. Давид был пастухом. Это, поймите, в Израиле была совсем другая культура в то время. Быть пастухом овец, это было нормально. Даже господа или князья своих детей посылали пасти овец. Они хотели показать, что это на самом деле, это не низкое, потому что некоторые цари были пастухами. Пророки некоторые были пастухами. И поэтому мы видим, что Авраам, он то был пастух, и Исаак то был пастух, и Яков то был пастух, 12 колен Израиля, то есть, этих сыновей кто были? Пастухи. Поэтому мы видим, что в Израиле это нормальная была притча, нормально понималось, и это не была низкая работа, это была даже норма, это, знаете, такая мужская работа, потому что нужно было перетерпеть и холод, и зной, и ветра, и нужно было находить потерянных овец. То есть, это на самом деле была очень важная профессия, и она считалась супер. Мы, когда смотрим на овец, мы, конечно, наш мир поменялся, мы не знаем, что такое пастушить или пастухом быть, или что такое овцы, но в Библии описывается более 200 раз об овцах и пастухах. Если это все собрать, то на самом деле очень много примеров об овцах и о пастухах, потому что Бог хотел этим показать, показать свой характер. Иисус хотел показать свой характер в отношении пастуха и овец. Мы видим, что овцы, они приравниваются к церкви. То есть, есть несколько таких, как бы, картин или знаков, что такое церковь. Один из них – это овцы. То есть, церковь как овцы, а Господь, Он как пастух. Петр, первый пастырь первой церкви. Даже пошло слово от пастыря, это пошло от пастуха. Отсюда идет это слово. Петр, который стал первым пастыром первой церкви Иерусалимской, он говорит, я пишу вам, сопастырам, то есть другим, пасите стадо. Это церковь. Паситесь стадо усердно, без скорости, без выгоды. То есть, он дает наставление, то есть, он показывает, что церковь приравнивается к стаду. А Господь, Он как главный пастух. И мы, как пастыря или служители, должны равняться на Него. Аминь. Хорошо. Тут я взял, выписал немного об овцах. Чтобы мы понимали, что это такое овцы. Очень интересные. Немного изучим этого. И отсюда мы получим многие-многие откровения. Говорю, в общем-то, у нас считается, что овцы это глупенькие такие, знаете, беззащитные, только для хуроват, шашлычка. И шерсть хорошая. Можно сделать потом шерстяной, совет, пинжачок себе. Вот, поэтому мы так смотрим, а овцы это такое, что-то низкое там. Но на самом деле, послушайте, что пишется об овцах. Как ни странно, но эксперименты подтвердили, что овцы обладают отменной памятью. На самом деле овцы удивительно умны. У них замечательная память, и они умеют воспринимать информацию и эту информацию перерабатывать и запоминать ее. Это об овцах. То есть, мы люди в церкви, если приравниваться к овцам, мы не глупые. Мы можем принимать информацию, перерабатывать ее и жить в этой информации. Я не буду много, у меня тут где-то, наверное, там 25 записано. О них я только некоторое почитаю. Что интересно, у овец, у них, как не у многих животных, у них прямоугольные зрачки. У нас круглые зрачки, у них прямоугольные зрачки. И благодаря вот этому строению глаз угол обзора у овец почти превышает 300 градусов. То есть, они видят, мы видим, ну, мы на самом деле, сколько можем видеть? Мы даже, наверное, 180 не видим полностью. Только так, чуть-чуть. Они видят 300, на 300 градусов видят обзор вокруг себя из-за своих глаз. То, что у них зрачки четырехпрямоугольные. У них очень острый слух. Поэтому они боятся резких звуков и криков. Мы не любим, когда на нас кричат. Или ты любишь, Тони? Мы не любим, когда на нас кричат. Овцы не любят, когда на них кричат. Потому что у них острый слух. У них тонкий слух. И они, когда рождаются, эти ягнята, они свою мать запоминают по ее голосу. Когда они родились, они запомнили, кто ее мама. Потому что мама издает звук и все. Этот ягненок запомнил ее навсегда. Но что еще интересно, они узнают своего пастуха по голосу. Если смешать три стада вместе, и там будут разные овцы с разных трех стад, то когда пастух начнет зазывать, его овцы выйдут из этой кучи и отделятся. Потому что они знают своего пастуха тоже по голосу. картинка. Почему они идут? Они знают голос пастуха. Мы обычно привыкли, помните, кавказская пленница. Эй, 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 хали, хали, а ну пошла, скотина. Вот. А на самом деле овец не гонит. Пастух идет, они голос его слышат. Вот почему Иисус сказал, мой голос вы слышите, потому что я добрый пастырь ваш. Очень интересно. Что еще интересно, ученые также нашли подтверждение тому, что овцы, они понимают выражение человеческого лица и они предпочитают, чтобы человек улыбался им. Поэтому, когда человек хмурый, овцам это не нравится. Когда человек кричит, им это не нравится. Но когда человек улыбается, овцам это нравится и они запоминают лица. Поэтому улыбайтесь в церкви, овцы Божьи. Аминь. Если Господь нас приравниет к овцам, то давайте возьмем вещи, которые о них мы можем изучить. Что еще интересно? Вот интересно вот что. Около третьей части своей жизни, то есть одну треть части жизни своей, они проводят в состоянии покоя. То есть они любят покой. Господь, пастор мой, я успокоюсь. Они любят состояние покоя. Они двигаются всегда против ветра. Они идут и любят идти против ветра и любят подниматься в горы. Они не любят спускаться вниз там под гору и идти по ветру. Этот мир идет по ветру. Он идет все ниже, ниже. А мы все выше, выше. И мы любим покой Божий. Аминь. На самом деле здесь очень много хороших откровений. И мы двигаемся против всех бурь. Мы двигаемся против всех ветров. Как овцы. Мы просто идем и поднимаемся на Божью гору. Аминь. Потому что там лучше трава. Поверьте. Я был удивлен, когда я жил на Кавказе, когда я смотрел, как овцы пасутся. Я думал, чего им туда лезть, когда внизу такие, знаете, просто целые заросли травы. Там особенно возле речушки горной. А они все в горы. Горы, когда я спросил у пастухов, они сказали, там есть травы намного вкуснее для них, чем вон те, которые там внизу. Потому что вы знаете, горные травы, которые на высоте, они обладают очень многими витаминами. И они специально отыскивают их и кушают. И поднимаясь выше. Что еще интересно? Вот. Овцы всегда стараются двигаться в направлении света. Они избегают теней, контрастов между темными и светлыми вещами. Они любят свет. Это все про нас, церковь. Мы дети света. Мы двигаемся на свет. Потому что мы являемся светом в этом мире. Господь есть свет. Мы не любим темноту. Мы не хотим спускаться в темные места этого мира. Только если спасти оттуда грешников. Аминь. Хорошо. Я бы могу еще... Вам интересно или нет? Они не могут существовать в одиночестве. Они впадают в состояние тревоги, когда одни, которая с течением времени, она усиливается. И без своего стада, без церкви, я применяю это, у них начинается тревожная депрессия. И это чувство лишь усиливается в течение времени, и они сходят с ума. В прямом смысле этого слова. Уровень тревоги у них проходит, если они видят, что поблизости есть другие овцы. Аллилуйя за церковь! Без церкви, ребята, вы точно будете в депрессии. И это будет усиливаться, что с ума можно сойти в этом мире. Но в церкви мы успокаиваемся, видя лица друг друга. Аллилуйя! Вот почему важна церковь, потому что мы здесь находим покой. И мы видим лица, и запоминаем лица, которые улыбаются и славят Богом. Хорошо? Ну и последнее почти, готовят очень много. Они помогают друг другу в трудностях, в трудных ситуациях, заступаются за слабых. Если надо, плечом к плечу бьются с врагами. Другую картинку вы видите? Как раз об этом поговорим. овцы, они защищаются от хищников, могут быстро убежать или сгруппироваться в одно стадо, то есть в одну кучу. Поэтому у пастухов есть собаки, чтобы собрать всех овец вместе. Овцы принимают собак за хищников и собираются для защиты, стараясь уберечься. Проявления дружбы и верности у овец и у баранов эмоционально окрашены так, что овцы способны испытывать сильный спектр чувств от страха до гнева, от отчаяния до счастья. И они успокаиваются только лишь когда они вместе. Что еще интересно, на открытой местности стадо пугается, избивается в кучу, а вот когда есть забор или изгородь, тогда они успокаиваются, потому что они чувствуют, что есть защита. Я верю, что под этими стенами есть защита, ибо церковь, основанная Господом на Его Слове врата да не одолеют, поэтому мы здесь защищены. Аминь. Ну и самое последнее, о чем как раз мы будем сейчас с вами говорить. Вы знаете, что рога есть только не только у самцов, и у самок тоже. У некоторых пород овец рога есть и у самок, так же, как и у самцов. И что интересно, есть некоторые породы, их очень много, овец, где-то 600 пород овец разных, но одна из пород овец, она настолько дорогая, что ягненок, который рождается, стоит около двух миллионов. Мы дорогие в глазах Бога. Мы дорогие, мы куплены дорогою ценою. когда овца убегает, она может, когда бежит и видит опасность, давайте прочитаем, овца может случайно упасть на спину, убегая от опасности, и если ей не помочь подняться или перевернуть ее на ноги, то она, лежа долго на спине, умирает. Потому что сама она не может встать на ноги, когда лежит на спине. Вот почему нужно находить и поднимать. Вернемся к этой притче, которую Иисус только что говорил. Хорошо. Притча. Можно следующую картинку. Я, когда читал эту притчу, не мог понять, как это ставить 99, пойти за одной. Вот, допустим, у нас тут 100 овец, и я пастух. Я пастух. Где тут мой жезл, пастухи ходят, с жезлом. И я пастух, пастух Леня. И вот овца, андроник, ну, туда к двери вывезли. Да, у двери там сядь, присядь. Сбилось. Вот как оставить вас, пойти искать его, этого баламута? Я пойду его искать, вы разбежитесь. потом 99 не соберу, только одного буду иметь, а? Но дело в том, что в то время, когда пастли пастухи овец, они не пастли своих двух, трех овечек, они пастли овец целого селения, или целой деревни. И поэтому один никогда не справлялся, и один не шел. Шло всегда несколько пастухов и помощников. Вот почему, когда Давид оставил своих овец и пошел посетить братьев, где там выступал Голиаф, он оставил свое стадо сторожам. То есть, были люди, которые могли оберегать стадо, и еще собаки были, которые могли охранять, были научены. Поэтому я начал понимать, что можно оставить 99 и пойти за одной. даже если кто-то из церкви потерялся, я могу оставить и пойти посетить или работать с одним человеком, зная, что в церкви будет все нормально. Почему? Потому что есть другие пастухи или есть другие служители. Ну, в крайнем случае, есть собаки в церкви. Вот плохой пример, но есть те, которые охраняют церковь. Вот что делали пастухи. Хорошо, вы видите, там даже была надпись, но ее не показали, что когда пастух идет искать, стадо, оно на самом деле не остается одиноким. За ним все равно идет присмотр. А он может спокойно пойти и отыскивать. И когда он находит потерянную, он берет ее, Господи, не, не надо. И тогда вся деревня ожидает его. Вся церковь ожидает этого человека. И она спрашивает, где ты нашел? Как ты нашел? Что с ним было, с этим человеком? Как он отозвался? Как ты ему помог? И тогда вся церковь, все стадо радуется. Спасибо. Вот что делает пастух. Иисус начинает приводить в этом примере о себе. Когда его фарисеи обличают, что ты там с грешниками, говорит, я ищу потерянных. Я пришел найти, взыскать, найти потерянных людей, этих овец, которые потеряны, которые погибают. Возьмите другую картинку. Вот овечка потерянная. На самом деле в Израиле очень легко терялись овцы. Вот почему Иисус привел этот пример, это было для всех понятен. Потому что многие из них были пастухами в детстве, а некоторые там и слушали пастухи. И он приводит этот пример, показывает мой характер пастуха, доброго пастуха. Найти потерянную овечку. Она отбилась. Почему? Потому что там ущелье, там скалы, там на самом деле не так много зелени, как у нас где-то в Европе или в Америке здесь. Там сухие места и овцы. Они думают, о, там лучше поле, а там трава зеленей, а ну-ка я пойду. Я понимаю, что есть люди, которые переходят из церкви в церковь. Я называю их колобками, они катятся. Я дедушке ушел, от бабушки ушел, потом на нос лисицей какой-то попадают. Она и села. Поэтому не надо бегать по церквям, нужно просто понять, где мой дом, где я получаю духовную пищу, где добрые пастухи, которые будут думать и заботиться обо мне, и я буду в этом доме. Аминь. Поэтому есть овцы, которые пропадают, есть овцы, которые где-то куда-то залазят, залазят какие-то в тернии. Они падают, вот эта черная овца, вот как есть белая ворона, вот черная овца отбилась где-то, и она где-то там в колючках. Что делает пастух, он говорит, я добрый пастырь, я оставляю 99, я иду искать ее. И, конечно, я понимаю, она не где-то в хорошем месте находится, она будет в тяжелых местах, в плохих местах, и я хочу оттуда ее вытащить, помочь, вылезти, потому что она там точно в одиночестве, она сойдет с ума. Поэтому я иду туда, чтобы ее вытащить оттуда из этих колючек, из этих ран, вытащить и поднять ее оттуда. И, заметьте, если бы был бы он плохим пастухом, она бы еще дальше покатилась, бы вниз от него побежала. Бе, ты мне не нужен. Но она знает, она где-то там вспоминает, хорошая была церковь, хорошие были служители, хорошие были там люди, но почему я не хожу на служение, почему я перестал ходить, почему у меня, а, я занят работой, а, я занят, хочу потусоваться, а, я хочу там, о, там уже и грех, и третий десятый, у кого-то блута, у кого-то наркотики, у кого-то пустота, у кого-то может быть вообще нет уже выходных, и они делаются такими занятыми, и они где-то там в колючках находятся этого мира, но где-то там внутри они будут вспоминать, было хорошее место, а, на Ларикэньон, а, была хорошая конференция, ой, были хорошие там служители, было хорошее прославление у них, а я тоже там когда-то пела, ой, я тоже где ходил на домашнюю группу, была хорошая церковь, а где я сейчас, но пастух туда идет, давайте будем добрыми пастухами, как Иисус, потому что Он дал нам свой характер, Он идет достать ее, и если бы она боялась бы, она бы не пошла к Нему, почему у пастуха есть посох, вот этот посох, такой вот, чуть-чуть кривой, это чтобы ее вытащить оттуда, иди сюда, овца, иди сюда, не бодайся, давай иди сюда, чтобы вытащить и поднять, ну, а если идет хищник, на конце бывает у них тут заостренный или тупой конец железом они делают, чтобы ударить волка, ударить какого-то медведя, чтобы отогнать хищника от стада, поэтому мы говорим, что твой посох и твой железом, что успокаивают меня, потому что если я потеряюсь, ты меня вытащишь этим крючком, а если враг придет, ты дашь ему по голове, что он скопытится, аминь, поэтому пастух идет, он идет доставать, и овечка вспоминает где-то там, что было хорошее место, были хорошие люди, есть хорошая церковь в Лос-Анджелесе, СЛА, халилюя, и она не прячется, когда ее достают оттуда, иди сюда, овца ты это, любимая моя, ай, ты достал ее, ой, ты овечечка моя, ты любимая, ну, что ты, изранил колючек, сколько у тебя, я же тебе говорил, ну, не надо уходить, тебе зачем тебе эти дурные компании, тут хорошие есть, и группы, и молодежки, и муж служить, и слово получать, да, ты хорошая моя, и он ее несет, несет, и все радуются, вся деревня радуется, все стадо радуется, все другие пастухи радуются, нашел потерянную, вся церковь, все ее радуются, даже одному человеку, вот что такое церковь, вот что такое характер Иисуса, это не то, чтобы быть таким, знаете, фарисеем, только лишь букву завязаться, записаться, и только лишь, только по букве жить, и одевать маску такой святоши, нет, это быть человечным, это быть открытым к людям, это идти к людям потерянным, помогать им, в следующую неделю мы объявим, какие у нас будут служения, службы, чтобы помочь беженцам, помочь малоимущим, мы хотим помочь людям, мы любим людей, Иисус любил людей, и Он шел к потерянным, и вот на этом примере, на этой потерянной овце, Он показал, я даже готов оставить, не, которые сказали, я оставлю, в воскресенье пойду там потусую, 130, я тебе разрешаю только оставить церковь, если идешь за потерянной спасти, аминь, давайте находить потерянных овец, давайте находить, которые отпали, давайте находить людей, которые живут в страданиях, в горести, в проблемах, тем более мы прекрасно понимаем, сейчас это волна беженцев, эмиграции большой, с Украины, с России также, с Кавказа, с Армении, с Азии, давайте помогать им, люди приезжают в эту страну, ничего не знают, ничего не понимают, и, конечно, тут они могут попасть в такие сети, или в такие разочарования, давайте помогать людям, давайте помогать их, как Иисус сказал, характером Христа, любовью Божьей, в работе с Духом Святым, доставать их оттуда, доставать и брать их на руки, и нести, и нести радоваться, Джейзус, мне нравится, мне нравится эта картинка, с детства ее помню, когда Он несет, когда Он достал нас, и поэтому Он говорит такие слова в конце, я зачитываю в конце уже, и последний стих, Он говорит, пожалуйста, можно подняться, прославителям, мы же должны отпраздновать нашу конференцию, пойти пиццу кушать, уже готово, так что потерпите чуть-чуть меня еще, седьмой стих, сказываю вам, что так на небесах больше радости, будет об одном грешнике кающимся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии, об одном человеке больше радости, чем о всей церкви, в одном человеке больше радости, чем о всех нас, если человек был наден, потерянный, брошенный, отступивший, не важно, когда я покаялся, я не буду бросать эту овечку, она очень дорого, я вам рассказывал из одной серии проповедей, где надо сдавать экзамены на любовь, я рассказал своему другу, тогда я ушел, к поляку, к католику, ну католику как, формально, то есть как многие, православные или мусульмане, просто так, как формально, я ему рассказал, что я пережил, как Бог меня поменял, мы с ним, он видел на его, он видел, что я изменился, вот так вот, некоторые медленно меняются, а некоторые так резко, и я полностью поменялся на 180 градусов, шел одним путем, пошел другим, потому что раньше мы с ним тусили, там гуляли, пили, дрались где-то, а тут он видит, у меня глаза сияют, я бегу на молитвы, бегу в церковь, бегу на молодежку, я тогда рассказывал вам первую часть, он пришел за компанией, то есть хотел увидеть, пережил Бога тоже, начал читать Библию, через неделю-другую мама наехала, сектант, баптист, штундок, не знаю, какие там всякие были обзывания на христиан, евангельская вера, и он перестал ходить, ну, говорю, знаете, я сам был не утвержден, я сам был молодой христиан, и мне советовали вначале займить христианских друзей, потому что мирские друзья, тебе могут обратно увезти, поэтому, конечно, у меня появились друзья уже в церкви, я с ними, ну, с ним встречались, встречались только на работе, и я видел, что жизнь его пошла все ниже, ниже, там где-то опять дальше, тусовки, пьянки, с какой-то женщиной стал жить, в блуде, и как-то мне стало так больно за него, я сказал, Господи, я как раз тоже читал вот эту притчу, я сказал, я хочу иметь твой характер, я хочу позаботиться о нем, но как достать этого Тадеуша, поляка, он парень спортивный такой, стройный, симпатичный, такой, хороший парень Тадеуша, как его достать, как его вытащить из этого греха, как его привести к Богу, чтобы его жизнь поменялась, первое, что я начал, я начал просто усердно, каждый день за него молиться, оцените, потому что многие не оценивают силу молитвы, молитва имеет огромную силу, я начал каждый день молиться, представлять своим воображением, что он со мной служит Богу, что он ведет домашнюю группу, что он чистый, святой, что он женится на хорошей христианке, я начал это представлять, молиться, и потом со временем, так потихоньку, что ты делаешь, давай займемся вместе спортом, потому что он любил спорт, я любил, я стал его приглашать, заниматься вместе спортом, потом к себе домой, я ему включал, тогда было модно, собственно, Ранхарда Бонки, как раз Ранхарда Бонки, еще был Джимми Свагер, такой проповедник, и у нас были кассеты, аудио, я включал, послушай, как Африка потрясается силой Божьей, и, знаете, так потихоньку, и мы сидели с ним, и просто целый час слушали Ранхарда Бонки через магнитофон, через просто аудио, эту запись слушали, и, знаете, я даже не понял, как он оказался опять в церкви, и стал спасенным, и стал потом служителем, стал потом даже помощником пастора, я не знаю, может быть, тем людям, которым мы бы не оказали помощь, может быть, они бы и не получили помощи ни с какой стороны, может быть, и получили с другой стороны, а может быть, никто-то больше ими не помог, я говорю о том, что давайте иметь характер Христа, давайте, если видим грешника, не отворачиваться, видим отступника, не уходить от него, протягивать руку помощи, потому что самое дорогое, что есть на этой земле, это душа человека, самое дорогое, это не наши машины, не наши дома, не наши заработки, не наша занятость, самое дорогое, это человек, так давайте ценить людей, давайте будем человеколюбивыми, человечными, протягивать руку помощи, когда видим, что человек на самом деле, он где-то там в канаве, где-то там в колючках, вытаскивать этих овец, брать их на руки и нести в Дом Божий, приводить на домашние группы, приводить на служение, приглашать себе в гости. Ну и что, что у вас квартирка маленькая, ну и что, что там тесно? Попейте чай и просто пару слов скажите, помолите человеку уже хорошо в этой чужой стране, где он вообще одинок. Давайте заботиться о людях, давайте протягивать руку, давайте поднимемся наши ноги, мы будем петь и говорить, что Господь наш пастырь добрый, что мы хотим быть такими, как Он, мы хотим протягивать руку, руку помощи, мы хотим быть добрыми самарянами, мы хотим быть, Господь, как Ты, не проходить мимо. Господи, дай нам чувствительное сердце, не дай, Господи, нам отворачивать глаза и смотреть по сторонам, но дай нам видеть нужды людей и протягивать к ним руки любви, руки поддержки. Ты наш добрый пастырь. Мы плодим, что мы с Тобой, Господь, с Тобой в безопасности, что с церкви мы в безопасности, что, Господь, когда мы собираемся вместе, мы можем улыбаться, мы можем переживать Твою любовь, мы можем переживать Твою заботу, мы можем переживать Тебя, Бог, потому что Ты добрый пастырь. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, успокаивает душу мою и направляет меня на стези праведности ради имени Своего. Если я и пойду, дали на тени смертность, я не убоюсь от зла, потому что Ты, Бог, со мною, Ты со мною, я знаю, и Твой жезл, и Твой посох, он успокоит меня. Ты приготовил стол на виду врагов моих, Ты умастил голову мою свежим елеем, чаша жизнь моя преисполнена. Так благость и милость пусть сопровождают меня все годы жизни моей, а я буду в доме Твоем многие дни славить Тебя, моего Бога, Спасителя доброго пастыря. Иисус, Ты пастырь мой! Где бы я ни шел, не убоюсь я зла, где бы я ни шел, Ты всегда со мной, где бы я ни шел, не убоюсь я зла, Твой жезл и Твой посох, успокоят меня. Скажи это от сердца, скажи это ему, Ты мой пастырь, Ты нашел меня, Ты нашел, когда я погибал, Ты нашел, когда я был в грехах, Ты нашел, когда я не знал Тебя, Ты нашел, когда я ушел от Тебя, Ты нашел меня и вернул, Ты вернул меня в свое стадо, Господь, Ты пастырь мой, Ты мой пастырь, Иисус! Где бы я ни шел, не убоюсь я зла, где бы я ни шел, Ты всегда со мной, где бы я ни шел, не убоюсь я зла, Твой жезл и Твой посох, успокоят меня. Когда я читаю эти последние слова, которые Иисус сказал вот в этой притче о потерянной овце, о потерянном человеке, которую Он пришел найти, найти и вернуть в безопасное место, в свой дом, в свою церковь, в свое тело, вернуть себе, вернуть Царство Божие. Меня трогают вот эти слова. На небесах, на небесах радости больше об одном, чем о 99. Почему, Господи, Ты не радуйся о нас больше, чем радуйся о каком-то одном человеке, который приходит, возвращается к Тебе, лекается? Почему? Простой ответ. Вы уже мои. Вы уже со мною. Я вас, я радовался в день покаяния. Я тебе, я радовался, Леня, когда ты смирил свое сердце. Я тебе, Леня, радовался, когда ты упал на колени передо мной, перед крестом. Я тебе, я радовался, и небо радовалось больше, больше, чем о всей той церкви, потому что ты был потерянным, а теперь ты найден, потому что ты пропадал, а сейчас нашелся, потому что ты сейчас спасен, ты в моих руках, ты в моем доме. Тогда я молюсь и говорю, Боже, дай мне на служениях, на каждом служении, я прошу Тебя, дай мне переживать радость неба, когда ангелы ликуют, это старое слово, лики, то есть хороводы, танцы, когда ангелы там рукоплещут, когда они кружатся, танцуют, хлопают, и говорят, ой, еще одна душа, еще одна овца, нашлась, дай мне переживать радость неба, дай мне переживать, переживать, как небо ликует и радуется, и самому радоваться, видя, когда хотя бы один человек, одна душа идет Тебе, Господь. Поэтому я молюсь, Господь, я молюсь о людях, которые еще запутались, которые отступили, которые потеряны, которые в грехах живут, я молюсь, чтобы они были найдены, найдены, Господь, Тобою, найдены нами, Господи, мы хотим, чтобы возвращались блудные сыновья и дочери, мы хотим, чтобы были найдены, потеряны овцы, мы хотим, чтобы люди спасались и не оборадовались, когда грешники каются, мы хотим переживать радость неба, дай нам это, Господи, дай, дай нам переживать радость небес, о покаянии даже одной души, я хочу сделать призыв, если ты знаешь, хоть в чем-то, ты должен покаяться, я не осуждаю тебя, он не стал судить, этот пастух, когда доставал товцу, эх ты, куда ушла, негодная, нет, он говорил, не бойся, я возьму тебя, я спасу тебя, не бойся, хищники рядом, но я достану тебя, он не осудил, но достал, поэтому не бойся выходить вперед и молиться, и говорить, Бог, я каюсь, я хочу, Господь, примириться с Тобою, выходи и становись здесь, мы будем молиться, небо будет радоваться, мы будем переживать радость неба, иди к Иисусу, Он добрый твой пастырь, Он умирал на твои грехи, Он полюбил тебя до конца, и Он отдал свою жизнь, чтобы ты имел жизнь вечную, и не погиб, иди к Иисусу, выходи и становись здесь, если тебе надо покаяние, если тебе надо примирение с Богом, если ты чувствовал, что ты отступил, не стыдись, возвращайся, возвращайся, иди, иди становись, можешь на колени встать, можешь просто выйти вперед, давай, делай это, делай это добровольно, делай это смело, делай это перед Богом, я просто тебе говорю простые слова, Иисус пришел найти тебя, и спасти тебя, будь спасен, иди к Иисусу, выходи сюда, иди к Иисусу, иди к Иисусу, иди к Иисусу,